Приветствую вас, странники! Продолжаем No Man's Sky. Сегодня мы будем на шаг, наверное, ближе к Артемиде, так что давайте не будем тянуть время. Садимся в мой мусоровоз космический и летим в космос, чтобы связаться там с Аполлоном. Вперёд, вперёд! Так, значит, сразу хотелось бы сказать такую интересную штучку. Многие спрашивают, почему ты не делаешь что, почему ты не делаешь это. Ребята, я делаю всё по потребности. Мне потребовался мультитул, я его взял. Потребуется ещё что-то, я это тоже сделаю, так что мне сейчас интересен именно квест. Алё, Аполлон, здорово, как твоё? Ничего, как тебе база? Не забудь нанять персонал. Да понятное дело. Для чего же ещё нужны юниты, если не для бессовестного самоутверждения перед другими разумными формами жизни? Ну, типа про бабло. Теперь серьёзно. Если хочешь работать со мной, нужно привести в порядок твоё снаряжение. Не могу допустить твоей смерти, по крайней мере, пока. В заброшенных зданиях и повреждённых механизмах можно найти скопление нанитов. Как иронично. То, что когда-то уничтожали стражи, поможет нам покончить с ними. Скопление нанитов можно обменять у торговцев с космических станций на нулевые тебе, на нужные тебе чертежи. Я тебя понял, дружище. Духи в машине. Собирайте наниты. Совершите варпрыжок в другую систему. Откройте тролли-вали. А нахрена мне в другую систему-то? Алё. По-моему, моё задание прошлое было замочить несколько стражей. Ну-ка, давайте глянем. А, она просто переключилась, да? Понятно. Духи в машине. Короче, посетите продавца технологий для мультитула в системе Вайкин. Угу. Мне нужны Вайкины, да? Вот хрен его знает, какие там, как они выглядят, эти чёртовы Вайкины. Может, у меня есть маркер? Ага, вот он. Да, мне сюда. Не вопрос. Не вопрос, давайте слётаем. Почему бы нет? А со стражами-то на любой планете посражаться можно. Так что вперёд на мой космический тягач. Где он, кстати, нахрен есть? Я чё-то не понял. Где я... Я... Чёрт подери, я понял. Я всё понял. Иди сюда, друг. А я же с той системы... До той системы-то летел на моём крупном корабле. А теперь, собственно... Кстати, как он так быстро появился? Ну ладно. А теперь, собственно, через телепорт вошёл сюда, и моего большого кораблика-то не стало. Но это нормально. Сейчас мы на нём будем дальше путешествовать. Это не проблема. Вылезай уже, господи, ты боже мой. Чертежи, говорит, для мультитула. Так у меня мультитул-то крутой. Может, он модули хочет, чтобы я новый поставил. Но это тоже, наверное, не столь большая задача. Сейчас я с этим справлюсь, надеюсь. Сизам, откройся. Окей, карта варп прыжков. Эгэ, нам вот сюда. Чик, полетели. Прилетели. Я, знаете, с чего вам прямо ржу? У меня, походу, перед домом золото добывают. Это вам, к слову, а когда выйдет золотая лихорадка? Трубу прорвало, и сейчас тут работают кучи экскаваторов, бульдозеров. И прямо тот Хоффман приехал копать мои трубы. Ну, это... Я просто к тому, что если вы услышите какие-то странные звуки, не переживайте, это бульдозер или экскаватор. Да, они тут веселятся по полной. Прэкскок, прэкскок. Нам нужно на космическую станцию. Чё-то я сгрустнул, знаете. Вот прям не нравится мне, что здесь каждая станция один в один повторяет другую. И корабли тоже грузовые со своими этими шлюзами тоже один в один. О, такой станции я ещё не видел. Да, ну, я думаю, что интерьер будет такой же. Вот прям как везде. Это немножечко грустненько. Хотя, понятное дело, что рандомно... Вот, кстати, можно было бы рандомную генерацию-то в интерьеры забубенить, если уж тут всё рандомно генерится. Ну, ладно, хорошо хоть так есть. Здесь хоть этот самый ангар не такой глубокий, как обычно. Ха, торговец мультитулами. Зайдите на космической станции. Ща зайдём. Только я боюсь, что он не предложит мне ничего лучше, чем у меня уже есть. Здорово, Вайкин. Как твоё ничего? Нифига у тебя личико, а глаза у тебя на щёчках. Я понял, прикольно. Нарушитель. Мне какой-то билиберду пишет. Вайкин с радостью показывает мне свой новый товар. Мощную модификацию для моего снаряжения. Так, предложить скопление нанитов. Чё дали? Модули циклотронной баллисты. Возвращайтесь в космос, свяжитесь с Аполлоном. Да поехали, свяжемся. Чё, не вопрос. Давай, господи ты. Так, ты у нас кто? О, какие интересные у тебя крылья. Мне нравится такой дизайн. Конечно, он не юзабельный в основном. Так, этот мотороллер мне не интересен. Вот это он нагенерил крылья. Ну, прикольно, а? Вот вам и рандомная генерация. Да. Чё там, ещё что-то садится? Ну, такая хрень мне никогда не интересна. Я просто так иногда посматриваю, ребят, на кораблик и в надежде что-нибудь новое себе прикупить. Но, честно говоря, пока лучше и интереснее ничего не видал. Ну чё, передача будет? Передача будет. Алё, Аполлон, здорово. Ты не в одиночестве? Ну, понятное дело. Я знаю тебя, странник. Я знаю, где тебе довелось побывать. Знаю, куда ты направляешься. Это неизвестный сигнал, если чё. Торопиться некуда. Ты кто? Никто, да? Ты найдёшь нас, когда придёт время. А кого я найду-то? А? Возвращайтесь в космос и житесь с Аполлоном. Я в космосе. Аполлон, алё. Ты в курсе? Мне тут кто-то названивает с неизвестных номеров. Ну чё, займёмся делом? Тебе нужно как следует подготовиться. Дело будет не из лёгких. На базу ты можешь вернуться ещё не скоро. Да не вопрос вообще, я готов. Хорошо, да начнётся охота. Я обнаружил на твоей планете базу корваксов. Их выдали помехи в твоих сообщениях. Сооружение могли замаскировать, чтобы оно выглядело так, будто его построили представители другой расы. Синтетики обожают за всеми шпионить. А ты тоже, сука, синтетик. Я не синтетик. Я, как и ты, рождён живым существом. Но в этом мире нет места для органической плоти. Мой мозг вместе с теми органами, что у меня остались, был перенесён в эту оболочку. Такова моя сущность. А как так-то? Когда у меня появилась возможность, я отомстил. Это всё, что тебе нужно знать. О, какая интересная история. Аполлон тоже ведь непростой, да, чудак? Итак, для начала разберём теорию о том, что стражи для перемещения используют порталы. Как они их активируют? Нужно понаблюдать. Нужно вызвать их. И лучший способ это сделать — атаковать фабрику корваксов. И те, и другие кибернетические формы жизни. У них слишком много общего. Я не верю, что это просто совпадение. Проникни на фабрику и взломай терминал. Если добудем данные на... Проникни на фабрику и взломай терминал. Если добудем данные на стражей — хорошо. Если нет, то их в любом случае будет достаточно много, чтобы мы смогли отследить любые скачки энергии на твоей планете. Так или иначе, мы быстро найдём портал. Сэр, да, сэр. Получены координаты станции корваксов. Так, становится всё интереснее и интереснее. Мне уже интересна история Аполлона. Какого хрена он решил перенести себя в это кибернетическое тело? Короче, отправляемся на неизвестную планету. Сейчас я её быстренько сканану, чтобы проверить, чё там. Ага. Белковый жемчуг. Вот этот, кстати, жемчуг, по-моему, и находится в яйцах, которые в пещерах. Я вам про них не один раз рассказывал. Ну, остальное всё меня не особо интересует. Особенно звёздный лук — это такое себе развлечение. Ну, в общем, короче, сейчас прилетим, посмотрим, чё там за станция корваксов и как мы будем их бить. Вероятнее всего, мне придётся взять мышечку в руки, чтобы быть точным, прямо как в квейке. Прибываем. Опять ночью. Почему-то я вообще не удивлён. Так, вход в атмосферу, тролли-вали, проникните на станцию. Ну, хорошо. Я вот только думаю, мне обязательно садиться, где есть посадочная площадка? Или лучше сесть где-то неподалёку, чтобы, так сказать, не привлекать внимания? Ну, не знаю. Давайте снизимся, посмотрим на ландшафт. Ага, это у нас в ангаре в таком... В ангаре, говорю, в кратере находится, да? Я понял. Облетим станцию, посмотрим, есть ли там движение. Прямо как во второй части Чужих, помните? Там примерно так же это всё было. Движения никаких я не наблюдаю, поэтому, в принципе, можно садиться прямо рядом со станцией, да? Ну, какие тут тарелочки интересные. А станция-то не маленькая, я вам скажу. Ну, ладно, подерёмся, да? Садимся. Но перед тем, как я проникну туда, мне нужно добыть специально топливо на взлёт, потому что у меня сейчас взлётные ускорители пустые. Тихо, не туда. Есть у меня немножечко бабла-то на неё? Ну-ка. Да, есть, отлично. Взлётные ускорители заправляем, так сказать, на будущее. И пойдём посмотрим. Так, ну, здравствуйте. О-о-о. Это кто? Нифига какой пёсик. Хороший пёсик, мне нужен плазмомёт. Проникните на станцию Корваксов. Ну, давайте проникнем аккуратненько. Чтоб никто меня и не заметил. Я просто хитман космический. Э-э-э. А я вот тут просто прогуливаюсь. Смотри, какая у меня лампочка вместо башки. Слушай, чувак, тебя не роботы из Boston Dynamics породили, а? Если вы не знаете, что это такое, погуляйте в Boston Dynamics. Ребята делают умопомрачительные вещи с роботами. Я про них как-то специальный ролик делал, когда работал на другой работе. Очень увлекательно, я вам скажу. Так, ну ладно, пойдёмте посмотрим, куда можно проникнуть. Видимо, они меня сейчас атаковать не будут, потому что, типа, думают, что я обычный странник. Тут просто гуляю и всё такое. Дверь, откройся. Укреплённая дверь. А, вот так, да? А можно узнать, сколько у тебя ХП, как тебя взорвать? Ага, долбить тебя придётся долго, а если расщепителем? Вообще не вариант. Так, ну, подождите. Давайте ещё осмотримся. Возможно, есть ещё один вход. Или нет? Я сейчас быстренько осмотрюсь. Я хочу подойти к этому делу очень ответственно, понимаете? Не хочу слиться. Но тут, по-моему, дверей никаких я не наблюдаю, да? Нет, дверей нет. В общем, нам туда. Это что за хрень? Какая-то непонятная штука. Вы что, тут колодец собирались строить? Ладно, вынесем эту дверь. А чего бариться-то? Мы странники космические. Нам нужно странствовать. Так что сейчас будем это делать. Сезам, откройся. Стражи продолжают поиск. Да продолжайте. Спокойно. А, так, берём мышечку в руки и понеслась, да? Воу-воу-воу. Ты это полегче, дружище. Так, не, нахрен. Давайте-ка обижим это дерьмо. Ну, смотрите, есть идея. Вот пока он за мной несётся, я такой прыг-скок и перелетаю через эту штуку и продолжаю навешивать двери. Давай уже. Привет, я тут просто развлекаюсь, всё нормально. Да пошёл ты в задницу. Сейчас я перезаряжусь и вам обоим не сдобровать. Хрен ты попадёшь у меня. Смотрел матрицу? Вот прям так же. Перезарядись уже, мать твою. Псина ещё пришла. Кажется, у нас небольшие проблемы, да? Эй, тихо, жопу только не подожги мне. Ну, там чуть-чуть осталось. Так-то. Вперёд, нахрен. Бежим туда. О-о-о. Они же не залезут ко мне сюда, правильно? Они же не должны, они не должны. А, смотрите, не проникают. Вот ты виси там задница. Это моя тема. Так, короче, терминал. Алё. Что это такое? Бойлер. Чистый феррит 50. Сигнализация. Отключаем. Так, экран вывода. Хром металл нужен, да? Так, я понял, я понял. Мне пока тут делать, видимо, нечего, да? Но главное, что я вскрыл дверь. Откройся. Закрыта дверь. Требуется... Чё требуется? Atlas Pass 2. Он так приколюха. Ну, в общем, главное, что я дверь вскрыл. И теперь нам нужно... Давайте посмотрим ещё раз, что. Чтоб я запомнил уже. А то с памятью, с возрастом проблемы. Хром металл 25. Чистый феррит 50. Угу. 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 Хром металл это медь. Чистый феррит это феррит. Не-е-е. Мы поняли. Здорово, пацаны. Чё, нормально всё у тебя? Пёсик. Всё хорошо у тебя? Смотри. Ты меня уже забыл, что ли? У тебя такая память, прям, обалдеть. Ну-ка, эту палку бы тебе кинуть какую-нибудь, чтоб ты убежал отсюда нахрен. Так, ладно. Давайте подумаем. Давайте подумаем. К сожалению, я не подготовился к этой миссии. Ну, я же просто не знал. Нужно было взять с собой крафт-хрень. Сейчас я посмотрю, сколько она стоит. Так, допустим, если я её создам. Металлическая обшивка 1. Это мне потребуется. Мне нужен чистый феррит. Расщепитель, расщепляй. Так, это нам понадобится. Давай-давай. Сейчас мы всё сделаем, ребята. Не переживайте. Я сюда не просто так прилетел. Что-то мы здесь узнаем интересное. Мне прям вот очень интересно. Так, металлическая обшивка. Создать. Так, печку. Скрафтить. Вот где-то здесь, рядом с моим кораблём. Отлично. Так, заправляем её водородом. Точнее, углеродом. Простите, простите. Ага. Правда, у меня его не очень много. Но ничего страшного. Закидываем... Да, тихо ты. Закидываем сюда феррит. Парафирий у меня даже есть. Обалденно. Где ферритная пыль? Вот ферритная пыль. Закидываем его сюда. И давайте чистый феррит накрафтим. Так, теперь мне нужен мой сканер, чтобы узнать, где здесь медь. Парафирий. Это, конечно, потрясающе. Но мне интересно медь. Это что? А вот и медь. Полкилометра бежать. Пешочечком, да? Через эту горочку. Не вопрос. Сейчас добежим и добудем. А как мы добудем, когда у меня нет? Черт его дери. Мне нужна вот эта хрень. Продвинуть... Нет, вот эта хрень. Ландшафтный манипулятор. Дегидроген и углеродные нанатрубки. Не вопрос. Сейчас сделаем. Вот так вот, ребята. У нас сегодня интересная серия. Чистый феррит. Забираем. Экзокостюм. Пойдемте сразу починим эту хрень. Чтобы, так сказать, не тяготило меня больше. И у нас, кстати, просадки по кадрам в секунду. Сейчас 30 фпс. А если я в пол посмотрю, 60. Прекрасно. Да подожди ты со своим жизнеобеспечением. Мне чертовски интересно, что здесь можно сделать. Так. Это хромметалл. Вот. Чистый феррит. Починили. Осталась последняя. Так что мне нужно срочно добыть меди. Добыть углерода. Добыть кислорода. Построить новый гребаный мультитул. Не мультитул, а этот ландшафтник. И будет у нас все просто охренительно. Прикольная пушечка, кстати. Я бы ее, конечно, перекрасил. Вообще кастомизации в этой игре маловато. Понятное дело, что костюм это прикольно. Но мне бы хотелось, например, перекрасить мой корабль. Почему нет? Вот жалко, что нельзя. Углерод нельзя добыть, да? А вот это можно. Так, берем. Я не буду анализировать. Мне другие материалы, в принципе, не интересны сейчас. Давай-давай. Расщепляйся. Деревце. Требуется продвинутый расщепитель. Ну, это временная проблема. И здесь тоже продвинутый. Слушайте, а может его сделать, а? Сколько он там стоит? Ну-ка, расскажите мне. Одна трубка, один герметик и два технологических модуля. Блин, модули только на станции покупаются, так что хрен там плавал. Будем добывать углерод по старинке. Ферит тоже, наверное, не повредит, так что заберем его. Я просто хотел в куст подстрелять, но что-то как-то не пострелялось совсем. Черт, какая интересная гребаная миссия. Мне нравится. Вот такие квесты. Вот за такие квесты я и люблю No Man's Sky. Так, углерод у нас есть. Давайте, тихо, спокойно. Мне нужен этот долбанный... Не, ландшафтный манипулятор. А для него мне потребуются две трубочки. Так, трубочку, пожалуйста, мне вот такую. И еще раз повторите. Спасибо. Это что такое? Курвакский скафандр. По кой хрен он мне нужен? Ну ладно. Хуже это, наверное, не будет. Сейчас кислородом только закинусь. А это что такое? Модуль... Модуль. В общем, этот модуль... Давайте-ка его, может, установим, а? Технология. Где мой долбанный мультитул? Я ж могу его сюда запихать? Нельзя установить в этом типе инвентаря. А куда можно? Только здесь, что ли? Прям вот звездолет можно его поставить? Ну давайте поставим. Сейчас, погодите. Вот технология тут есть специальный у нас этот. Сейчас мы его сюда и привинтим. Держи. Распределение тепла плюс 12. Ну ладно, хуже тут, наверное, не будет. Так, освободилась у меня ячейка в экзокостюме. И теперь я могу что сделать? Я могу... Я могу что-то сделать, короче. Сейчас посмотрим, что. Так, ландшафтный дигидрогенный гель. Точно-точно. Гель ты где? А, нету. Нету чертового дигидрогена. А вон он стоит, говнюк. Сейчас мы его добудем. Это будет круто. Давайте. Давайте мне мои синие кристаллики. Я думаю, что... Забираем, забираем. Забираем отсюда все. Хуже-то не будет. Это все-таки топливо. Правда, в виде кристаллов. Что, можно, да? Можно. Дигидрогенный гель создаем. И теперь у меня есть ландшафтный манипулятор. Отлично. И теперь нам нужно осталось только вот это вот сделать. Опять же, углеродная нанотрубка, герметик. Это я могу все сделать. Останется только модуль купить. Ладно, с этим мы разберемся чуть попозже. Погнали за медью, господа. Где моя тут медь была? Это что такое? Тихо-тихо, спокойно. Это ж медь. Медь 500. Тихо. Вот надо вот так сделать, чтобы не потерять. Побежали. Навстречу приключениям. Да что ж ты не можешь забраться-то, господи. Ты, боже мой, космический ты косолапый медвежоночек. Беги, Форест. Давай. Не хочу использовать корабль для таких перелетов. Проще добежать. Тем более, мы уже более чем полпути прошли. И это хорошо. Слушай, это очень поведение меня прям. Я реально вот хотел поржать, но вот что-то вот как-то поведение этих стражей меня... Немного расстроило. Почему они забили на меня большой и толстый, когда я вошел в здание? Вот прям останется загадкой. О, какой здесь спуск. Я бы здесь зимой на санках покатался. О, на три. Вот, видите, мой персонаж тоже любит кататься на санках. Да я ничего не делал, отвали. Только не убейся. Ну, так нормально будет. Окей, мне нужен ландшафтный манипулятор. Медь, приди ко мне. Только подождите, я проверю, есть ли места. Да, два места есть. Давай, медь сюда мне. Вот, это хорошо. Я люблю медь. Медь это хорошо. Она выглядит как золото. Вот прям... Мне очень нравится текстурка, как она отражает. Вот прям мое... Прям мое. Медь, в общем, мой лучший... Это мой любимый предмет в этой игре, походу. Так, я добуду все, я жадный. Так, это тоже, это тоже. Интересно, есть какие-нибудь модули экономии ландшафтного манипулятора? Потому что он что-то так быстро садится. Прям очень, очень грустно. Видеть уже 47-46 процентов. А я вроде только ямку выкопал. Раскаленный ливень приближается, да? Ну, это прикольно, прикольно. Что, ртутью будете поливать на меня, раскаленный? Так, сейчас вот еще здесь немного. Чуть-чуть осталось, понимаете? Вот надо все, надо все выкачать. Грамм этого хорошего металла. Все, побежали обратно. Пока меня сейчас не залило кипятком. Вперед, вперед. Надо обязательно сейчас это все будет в печке переп... О, ливень пошел. Вы посмотрите-ка, а? Вот это да, это жестко. Ну, давайте мы сейчас, знаете, что сделаем? Мы сейчас немножечко добудем углерода. Добывай, добывай. Потому что меня прямо сейчас пидорит раскаленным ливнем. Там температура 115 градусов этого ливня. Это прям жестко. Но углерод мне нужен как топливо был. Поэтому я не могу оставить его в покое. Бежим. А прям хорошо мне фигачит-то, а? Посмотрите-ка. Аж три стрелочки. На три мы заберем. Главное, не потуши мой фонарик на башке. Вместо башки, точнее. Ого. Да, это жестко. Вообще ничего не видно. Видимость нулевая. Иду по приборам через раскаленный ливень. Вот это да, это жестко. Это черт. Да где хоть она стабилизируется? Дура ты, а? Компуктерная. Тетка все время говорит. Защита, говорит, стабилизируется. Я сейчас подохну. Она, говорит, стабилизируется. Так, вот сюда быстренько закидываем медь. Прям в темпе вальса, я бы сказал. Вот так. И хром металл производись. А я пойду, пожалуй, в корабле посижу. Че-то мне худо. Да, вот это я понимаю. Прогулялся. Ну, просто, ну тут 19 градусов. Тут нормально у меня все, да? Греюсь. Просто я не очень понимаю. Но это, скорее всего, не вода течет с небес. Дождь не из воды. Потому что вода же, как мы знаем, испаряется при такой температуре, да? Так что лучше не гулять в такую погоду, ребята. Да. Ну, что там? По звуку он еще колбасится. Посмотрим. Ага. Уже почти, да? Ну, мы этого уже можем, кстати, забирать. В принципе, экзокостюм. Мне уже этого хватит, чтобы починить. Так что погнали. Я думаю, что внутри тоже безопасно. Бежим, бежим. Бежим, бежим. Не знаю, почему стражи от меня отстали. Может, тоже какой баг. Так, прибежали. Чиним эту штуку. Это не сюда. Все. Так, ну-ка, ну-ка. Помехи, помехи. В терминале есть чертеж улучшения для экзокостюма. Все же, мне удалось найти кое-какую информацию для Аполлона. Судя по всему, Корваксы покинули это место много дней назад. Очевидно, их перевели на какие-то другие более важные задания. Что-то их беспокоит. Хорошо, изучим журнал фабрики. Похоже, это не просто фабрика. Для живущего здесь Корвакса это место было настоящим домом. Похоже, он пытался понять, сможет ли существовать автономно от единства. О, прикольно. Посмотреть видеозаписи. Один из внутренних сенсоров зарегистрировал движение внутри здания. На записи вентиляционные отверстия у него под ногами. Здесь что-то есть, что-то помимо меня. Опачки. Осветить отверстие. Я направляю свет. Это небольшое покрытое шерстью создание, трясущееся от страха. Оно жалобно кричит. По-моему, я кошечку нашел. Похоже, это животное жило здесь на протяжении какого-то времени. В углу я вижу некое подобие гнезда со следами еды в миске. А вокруг разбросаны какие-то игрушки. Видимо, это животное было спутником Корвакса. Сканеры сообщают, что существо страдает от тяжелой болезни. Несмотря ни на что, совсем скоро оно умрет. Накормить животное. Срочно, срочно. Я кормлю животное. Заметно нервничай. Оно берет у меня углерод и начинает его есть. Как оно берет у тебя, сука, углерод, если ты только что его натрием покормил? Мудак ты чертов. Ну ладно. Несколько мгновений спустя оно откашливает всю съеденную пищу и пытается есть дальше. Содорогаюсь от боли при каждом укусе. Я ухожу, оставляя животное во власти судьбы. Куда ты уходишь-то, твою мать? Давай его заберем с собой. Алло. Возвращайтесь в космос. Подожди ты со своим космосом. Эй, где это животное? Я хочу забрать его с собой. Что за дерьмо? Я вообще животных люблю. Ты где, пушистик? Пушистик, отзовись, где твое гнездо? Блин. Вот эти все, конечно... Вот что они меня раздражают? А это что за синий кубик такой еще интересный? О, это кубик... О, зашифрованные навигационные данные. Хочу. На ваш счет переведено скопление нанитов. Стражи продолжают поиск. У меня три звезды. Но где же этот пушистик? Блин, придется улетать без него. Пушистик, я надеюсь, натрий, который я тебе оставил, тебе поможет, в общем, выживать. А то мне сейчас просто жопу надерут. Ты уж прости меня, пожалуйста. Вот чё, чё? Ненавижу игры, где приплетают животных. Вот прям. Не трогайте животных. Это мы забираем. Внутри что-то есть. Господи, я в курсе, что внутри что-то есть. Почему нельзя забрать совсем, что там есть внутри, а? Давай. Всё, огонь. Валим отсюда, нахрен. Вперед. Прямо вверх. Блин, слушайте, интересные задания пошли. Мне нравится. Сейчас с Аполлоном еще соединимся. Аполлон, алло, здорово. Там, по-моему, война. Ты молодец. Атака на фабрику прошла как по маслу. Удалось добыть полезные данные. Ну, вообще-то удалось. Почему нет? Спросить, что будет дальше. Спроси. Когда начали появляться стражи, я записал бесчисленное множество сигналов. Под поверхностью планеты я зафиксировал несколько вспышек энергии, которая начала перемещаться между монолитами. Похоже, мы на верном пути. Изучи эти сооружения. Они как-то связаны, я точно это знаю. Удачи. Поговорим, когда разберешься с этим. Ладно. 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 Не вопрос. Блин, что-то мне так прямо интересно, ребята. Найдите источник сигнала Аполлона. Прыжок во тьме. Так, посмотрим. Ну, источник силовой линии. Так, поехали. Все становится все интереснее и интереснее, да? Я прям что-то аж проникся немножечко сюжетом. Он, конечно, не претендует на Оскар за лучший сценарий, но довольно интересный. Да. И лететь нам, посмотрите, целую минуту до этой чертовой планеты. Обалдеть можно. Можно пока кофе попить. Ну, вот мы и прибываем. 10 секунд. Так, ну посмотрим, что за хрень. Что тут за хрень меня ждет, а? Блин, я бы хотел, чтобы еще приборы работали нормально, но вот тут, к сожалению, вообще-то что-то мало. Один только радар и все. Так, ладно. Я почти на месте. Это, по-моему, у нас камень знаний, да? Ну, это, по-моему, обломанный камень знаний. Ну, хорошо, садимся. Приселим. Здравствуй, большой-большой камень. Это похоже на звездные врата, кстати. О! Ух ты! Какая штука интересная. Ладно, что я могу здесь сделать? Воспоминания отос. Ну, воспоминай. О, смотрите. Поднялся, загорелся, закрутился. Обалдеть. Какая-то билиберда написана. Я подхожу к сооружению, даже не представляя, что может меня там ждать. Возможно, целая армия стражей? Какие-нибудь врата, которые приведут меня прямиком к Атласу. Однако, этот монолит открывает мне нечто иное. Историю, видение. Эта картина уже отпечатывается в моем сознании, оставляя обожженный след в моих глазах. Активировать. Давай, активируй. Странник. Странник проснулся в тени красной звезды. В полном одиночестве. Он блуждал в пучине холодного космоса, в поисках цели, в поисках предназначения. Он нашел аномалию, искривление, путь на небеса. Ни один Гек, ни один Вайкин, ни один Корвакс не мог ее видеть. Обнаружить портал мог лишь Странник, но он не знал, как пройти сквозь него. Он не знал тайного языка знаков. Он еще не знал, какую цену можно уплатить за познание истины. Так, ну-ка посмотрим на знаки. Меня наполняют знания Древнего Странника. В моем сознании появляются знаки, часть кода, необходимого для активации портала. Уходя, я замечаю вдали дрон Стражей. Он поспешно удаляется. О, обосрался, что ли? Воу. Впечатляет. Да. Найдите следующий набор знаков. Далеко? Вне планеты. Черт, ребята, это какие-то звездные врата прям. Отряд какой-нибудь. Отряд Странников. Обалденно. Вверх. Идите в жопу, Стражи. Чего им надо-то от меня? Подумаешь, к камню подошел, посмотрел на него. В смысле вражеская? Да иди ты вот в пене, а? Можно я свалю, а? Не могу. Долбанная угроза. Я смогу, интересно, улететь от них? Нет? Так, ну они прям за мной идут. Отвалите, Стражи. Я ничего не сделал. Если я смогу от них отлететь подальше, то, вероятнее всего, у меня активируется гребаный варп. Нет, походу не активируется. И хера ты быстрый, сука, какой. Ну-ка иди сюда, говно. Иди сюда, говно собачье. Вздумал это самое, ты понял? Ну, че ты крутишься-то, а? Как хрень на резинке. Не-не-не, прости, дружище. Но ты не на того напал. Я мусоровоз-уничтожитель. Все, отдыхай. А теперь валим отсюда. Пойдем по другому пути. Что это за хрень? Садимся. Ух ты ж, мать его. Ребята, я вынужден с вами попрощаться. Мы в следующей части уже продолжим это задание Аполлона. И разузнаем, че за хрень я тут нашел. Это очень похоже на инопланетную технологию. Да. Да, ребята, всем по кусечке. Спасибо, что смотрели. Это был Римпак и два ублюдка-стража, которые настолько тупорылые, что не знают, как меня найти, если немножечко взлететь. По кусечке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин